Великий христианский праздник, крещение Господня или Богоявления, отмечает сегодня православный мир. В этот день вспоминают крещение Христа в реке Иордан. В сочельник во всех храмах прошли службы, после чего, как считается, вода обрела первозданную чистоту и дар божественной благодати. Традиции Великого Чина водоосвящения более двух тысяч лет в этом таинстве тесно переплетаются церковные и народные обычаи, которые свято почитаются и по сей день. Люди очищаются не только телесно, но и духовно. А небесные силы по преданиям слышат все просьбы и помогают в их исполнении. Илья Соболев о светлом празднике, который наполнен особым смыслом. Во все храмы страны нескончаемым потоком идут люди. Помолиться и набрать крещенской воды. В ее особой силе каждый здесь убеждался не раз. Говорят, целебные свойства буквально в одной капле. Она поможет справиться с недугом и унынием. Главное – покаяться перед Богом и обязательно верить в лучшее. А еще в этот день особенно важно помогать другим. Именно поэтому святой воды берут побольше. И для себя, и для тех, кто не смог прийти. Энергетика удивительная. То есть она, как вам сказать, обволакивающая. И поэтому чувствую себя здесь прекрасно. Свято верю, что вода сегодня поможет. Сделает людей не только здоровее, но и веселее, как-то бодрее. Ну а воду для коллег, для соседей тоже попросили. Кто-то приболел, не может приехать. Поэтому постарались спросить всех, кому нужна водичка. Конечно, помогает. В принципе, всегда хожу, всегда беру. Она долго стоит, во-первых. Она действительно помогает. Очень. Это день святой. Поэтому всегда чувствую, что что-то действительно, что-то возвышенное происходит. К вечеру очереди к святым источникам стали только больше. На помощь тем, кому особенно тяжело отстоять долгое время на морозе, приходят волонтеры. Они и сами воды наберут и угостят горячим чаем. Наши прихожане, жители микрорайона приходят за водой Богоявления, за крещенской водой. Стоят в очереди. Это достаточно такой труд. Нужно подождать, потерпеть. Если мы это делаем так, в общем-то, спокойно, дружелюбно, с взаимной друг к другу любовью, с нисхождением к немощам, то, конечно, этот день будет особенный. Потому что это день, который мы отвоюем для любви, для радости, а не для грусти и взаимных упреков. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе, Царю небесный! По православной традиции вода становится крещенской в Сочильник сразу после молебна. Но в Гродно официальный старт крещенского купания – освящение купели на озере Юбилейное. Больше десяти лет это место считается главной прорубью гродницев. Накануне спасателя здесь прорезали лёд толщиной 15 сантиметров. И для безопасности оборудовали место для купания понтонами. Переодеться можно в специальных палатках, а согреться горячим чаем и солдатской кашей. Зашёл в 63 года, а вернулся 36. С температурой тела 36. Супер! С праздником! Вот вы стоите замёрзшие, такие трясете, а я нет. Почему? Потому что, наверное, надо внутренне собраться. И это важно – проверить себя, мира, здоровья. И чтобы молодёжь брала пример. Понимаете? Вот это важно. Человека очищает, омывает не сама вода по себе. То есть, если в каждодневной жизни человека нет перемены ума, умения видеть себя настоящим, увидев и спросить у Бога силы, сказать «Господи, омой меня вот этой духовной благодатью, духовными водами, обнови меня, пожалуйста, мои мысли, мою жизнь». Только тогда у нас будет какая-то польза и для души, и для ума, и для тела. Морозами погода не пугает, поэтому на главной городской купели сегодня ожидает до пяти тысяч человек. Окунуться в Крещенскую воду пришли целыми семьями. Многие впервые. Мы каждый год ездим всей семьёй сюда. Обычно только папа окунается, но в этом году решил я тоже попробовать. Сегодня я проснулся очень сонный, и после этого сразу бодрячком стал. Папа! Температура воды и воздуха приблизительно одинаковая, плюс два градуса. Купели организованы в каждом районе Гродненской области. За безопасностью следят спасатели и медики. Моцы потесающие, совсем не холодно, понравилось. Студённая вода, как и морозный пар, костей не ломят. Эту истину в силах специальных операций знает каждый. В 38-й Брестской бригаде уже много лет крещение проводят по всем канонам. В праздник особый распорядок дня. Перед окунанием – очищение духовное. Утром – исповедь с молитвой в храме. Купель военнослужащие обустроили прямо на территории части. Подошёл пожарный водоём. Дело хоть и добровольное, на крещенский ритуал с полным погружением в воду именно в армии многие решаются впервые. Ощущение сравнимы с первым прыжком с парашютом. Если сравнить с первым прыжком, да, есть такое сравнение, потому что, как бы, чем дольше ты стоишь, тем больше тебе страшно и холодно. Поэтому надо не думать. Быстро зашёл, прыгнул, и всё быстро расшёл. Праздник кровославный, я считаю. С 15 лет ныряю с отцом, с дедом, с соседем, с семьёй. Поэтому для меня это, ну, как обычно. Праздником крещения завершают святки. Особые праздничные дни, которые начинаются с Рождества Христова и длятся почти две недели. Ещё одна традиция крещения – провести этот вечер с семьёй, в тёплой и домашней атмосфере. Нужно обязательно отпустить всё плохое, чтобы привлечь удачу и достаток. Сделать это можно только с чистым сердцем и глубокой верой. Не только сегодня, но и после великого праздника – Богоявления. Илья Соболев, Наталья Питкевич и Ирина Никитина. Наши новости ОНТ. Обстановку вокруг Украины продолжает нагнетать Вашингтон. Сегодня в Киев экстренно прибыл госсекретарь США Энтони Блинкин. Цель прилёта – обсудить с руководством страны ситуацию на Донбассе. А вернее, участие в ней штатов. По мнению политологов, Вашингтон специально обостряет обстановку, запугивая мир неким надуманным вторжением России. О чём конкретно договорились, неизвестно. Но США продолжают поставку в Украину различного вооружения. А кадровые американские военные обосновались в Украинском министерстве обороны. Темы экстренного визита Блинкина в Киев и решение суда по Порошенко, которое странным образом совпало с приездом в Украину госсекретаря США, требуют аналитического дополнения. И я передаю слово Глебу Лаврову. Доброго, ну или такого, какой уж получился дня тебе, дорогой телезритель. У меня он был необычайно насыщенный. И потому сегодня нашу с тобой встречу начну тоже необычно. С вопроса, любишь ли ты удивляться, как ненавижу это делать я. Если да, нет, не знаю, то готовься подпрыгнуть на месте от удивления, ибо повода, чтобы не сделать этого, нынче нет. Ведь на наших с тобой изумленных глазах в одной стране, в которой по закону нет прецедентного права, сегодня создали в праве прецедент. Потому что закон украинский нынче дополнили американцы. А значит, теперь и всем можно. Ну а раз так, и я, Глеб Лавров, в рамках глобального тренда буду дополнять. Ибо если не прецедентом, то как по-другому назвать ситуацию, когда принятие судом решения в рамках дела о слегка государственной измене в незалежном государстве требует присутствия гражданина другой страны. И пусть этот иностранец даже целый госдеповец, а? А вот украинская эфемида два дня умудрялась скашивать глазки на Запад, повязки с глаз при этом не снимая. Но слава героям, к ним доехал, к ним доехал. Блинкин дорогой, и суд Киева, глазом не моргнув, человека, подозреваемого в самом тяжком преступлении против государства, с легким сердцем предварительно, но таки отпустил. Хотя, конечно, демонстративное подкрадывание звездно-полосатого песца Киеву было заметно и до того, как. Так, за неделю до явления духа Блинкина суду в Министерство обороны Украины на работу, как на праздник, прибыли два американских гражданина. При этом стрелять со служивцев и распродавать сладкие запасы еще советских патронов оба, наверное, там не намеревались. С этим украинцы должны как-то справляться сами. Но вот реализовывать военную реформу белые мбваны туземцам пообещали. Кстати, о реформах. В ноябре следить за украинской судебной реформой и заодно их коррупцией из-за границы были выписаны, нет, не два американца, это было бы совсем смешно, но американец, британец и эстонка. Чтобы, видимо, было даже смешнее. При этом по закону набирать вот таких сторожей за сторожами можно было не из всех стран мира, а только из особого списка, утвержденного МИДом Незалежной, куда эти самые Соединенные Штаты были внесены дважды. Ну, чтоб все про незалежность все поняли. Хотя непонятливых в округе и на окраине и так почти уже не осталось. Ну, после того, как самой влиятельной женщиной политикам Украины 2021 назвали временную поверенную в делах США в Украине. Что еще надо знать о тамошней политике? Разве что только то, что еще в 2014, да-да, в том самом майданном году, еще не президент США Джо Байден уже успел провести встречу в их Раде с их Радой в статусе хозяина этой встречи? И вот стоит ли после этого удивляться, что независимый суд выносит то или иное решение по вопросу государственной важности только после приезда высокопоставленного иностранца? Нет, удивляться не стоит. Бывали времена в 90-х, в диких, когда иностранцы ходили на секретные объекты на работу в России. Об этом говорил президент России. А до этого случались периоды, причем не так уж и давно, когда важнейшее решение в Чили принимали парни из Чикаго. Но вот прыгать от радости в такой ситуации надумали только в одной стране, зато в самой незалежной. В том смысле, что от жителей страны там ничего, видать, не залежит. Когда им говорят прыгай, они даже не спрашивают, как высоко. А значит, тема Украины без Украины, то есть под внешним управлением целиком, будет дополнена снова и снова Глебом Лавровым на ОНТ, конечно, и еще американцами. Прямо в на месте. Миротворческий контингент УДКБ полностью покинул Казахстан. Последние четыре самолета приземлились сегодня на подмосковном аэродроме в Чикаловском. Ранее из региона вернулись подразделения Беларуси, Армении и Таджикистану. Ситуация в стране еще неспокойная, но контролируемая. Режим повышенной боевой готовности на полмесяца ввели сегодня в Байконуре. Спецслужбам стало известно о подготовке в городе теракта. Граждан призвали незамедлительно сообщать о возможных подозрительных ситуациях, следить за сообщениями администрации и местных СМИ, а также напоминать пожилым и детям о внимательности на улицах. Предотвращение угроз любых направлений силы реагирования союзного государства отработают в ходе проверки. Министерство обороны России, основываясь на принципах открытости и прозрачности, предоставило информацию о грядущем совместном с Беларусью учении представителям военно-дипломатического корпуса, кредитованным в России посольств. В том числе и из 16 стран НАТО. Российские и белорусские военные на учении «Союзная решимость-22» будут вести учебную оборону к государственной границе и борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Главная цель маневров отработает задачи по пресечению и отражению внешней агрессии. Военные рассмотрят ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности союзного государства потребуется привлечь все коалиционные силы двух стран. Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности союзного государства. И мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации союзного государства. Вся озвученная в ходе брифинга информация представлена Министерством обороны Российской Федерации в рамках добровольной транспарентности. Благодарю за внимание. На учении в Беларуси перебазируют два дивизионных зенитно-ракетных комплексов С-400 и 12 истребителей Су-35, а также дивизион ракетных комплексов «Панцирь-С». Назвали полигоны и аэродромы, где пройдут маневры. В военном ведомстве подчеркнули, что численность участников учения и количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные венским документам 2011 года, которые подлежат уведомлению. Очередная провокация со стороны польских силовиков. На этот раз в районе Бреста в пункте пропуска Козловичи. Через него идет грузовое движение. Вооруженные польские военные дважды зашли на белорусскую территорию. Это произошло на мосту через Буг. Камера зафиксировала, как солдат с автоматом наперевес, зашел в Беларусь метров на 20 вглубь и затем вернулся обратно. Спустя несколько часов ситуация повторилась. Госпогранкомитет проинформировал об этом польскую сторону. Ответ должен быть направлен в переписке пограничных уполномоченных. Верховенство права в Европейском Союзе, безопасность на Европейском континенте, борьба с ковидом и его последствиями. Таковы основные приоритеты председательства Франции в ЕС на ближайшие полгода. Все это время тон европейской политики будет задавать Париж, который с нового года принял председательство в Союзе. И сегодня президент Макрон презентовал план действий евродепутатам. Из Страсбурга репортаж нашего коллеги Руслана Поддубского. Подходы к Европейскому парламенту блокированы десятками вооруженных полицейских мер безопасности, усиленные снаружи здания и внутри. Появление Эммануэля Макрона в любой точке Франции сейчас так или иначе связано с повышенной охраной. Он идет на второй президентский срок и недовольных его политикой хоть отбавляй. Количество инфицированных новым штаммом коронавируса бьет все антирекорды. Почти 500 тысяч в сутки. Обязательные ковид-паспорта усложняют жизнь бизнесу и клиентам. Цены, дорогая энергия, безработица, недовольные митингуют еженедельно. Протестующие пробрались даже в Европарламент. Впрочем, Эммануэль Макрон невозмутим. Президентство Франции в ЕС как нельзя кстати. Главные европейские трибуны теперь можно совершенно легально использовать и в предвыборной борьбе, примеряя на себя статус настоящего лидера ЕС. Одной из главных проблем на континенте Макрон называет безопасность, которая связана в том числе и с растущей напряженностью в Восточной Европе. Украинский вопрос президент Франции предлагает решать в диалоге с Россией. И для нас, и для России, для безопасности нашего неделимого континента, нам нужен именно диалог. Отказ от применения силы, угроз, принуждения, свободного выбора государств для участия в организациях, альянсах, механизмах безопасности по своему усмотрению, нерушимости границ, территориальной целостности государств, отказа от сфер влияния. Я говорю о принципах, которые мы, европейцы и Россия, подписали 30 лет назад. Мы должны защищать эти принципы. Макрон предлагает ЕС оперативно направить Москве предложение для деэскалации напряженности не от имени НАТО или после консультации США, а именно от лица Объединенной Европы. По его словам, пришло время взять внешнюю политику Евросоюза в свои руки, без оглядки, на заокеанских партнеров. Макрон активно выступает за возрождение нормандского формата в переговорах по Украине и утверждает, что вместе с Германией они активно работают в этом направлении. Другими главными задачами называет решение проблем климата, иммиграционных угроз, а также всеобщую цифровизацию. Но именно климат и миграцию оппоненты называют самыми провальными темами президента Франции. Ла-Манш стал самым настоящим трамплином для нелегалов, которые стремятся в Британию, а зеленая сделка в Европе буксует из-за сговора чиновников и бизнеса, считает евродепутат и также кандидат президента Франции Яник Жадо. Критикуя Макрона, в овальном зале он даже получил замечание от коллег за то, что превращает дебаты в предвыборные премии. Он красиво говорит, является исключительно хорошим теоретиком, а когда сказанное доходит до дела, ничего не происходит. Он останется в истории президентом климатического бездействия, организатором подписанных перемирий с промышленными лоббистами. Он не ведет войну с изменением климата, он наоборот подыгрывает. А проблема мигрантов во Франции? Все вы помните недавние трагедии в Северном море. Я боюсь, они не последние. Нужно принимать меры, а не болтать. Конечно, выступление президента Франции — это общий посыл коллегам по Союзу. У евродепутатов своя повестка, они собираются в ближайшие дни принять резолюцию по Казахстану. Очень важно сейчас провести независимое расследование случившегося. Выявить причины, которые привели к этим событиям и повлекли за собой многочисленные жертвы. Чем быстрее местные власти предоставят ответы на эти вопросы, основываясь на объективных данных, тем лучше будет для самого Казахстана, нашего партнера в Центрально-Азиатском регионе. Мы продолжаем мониторить обстановку. И, конечно, коронавирус. Омикрон остается одним из главных ньюсмейкеров последних недель. Штамм даже внес коррективы в график главных еврочиновников. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны были присутствовать на дебатах в Страсбурге прямо сейчас, но отменили свои визиты буквально за несколько часов до выезда. Их помощники показали положительные тесты на вирус. Впереди у каждого неделя самоизоляции. Руслан Поддубский, Дмитрий Лацкий, Европейское бюро УНТ, Страсбург, Франция. Ответственности за будущее страны проект обновленной Конституции обсудили сегодня в коллективе Большого театра. В политическую дискуссию включился административно-управленческий и творческий персонал. Многие заранее изучили инновации и пришли с вопросами. Были и предложения, которые могли бы найти отражение в основном законе. Особое внимание близкой для деятелей культуры теме сохранения исторической памяти. Коснулись традиционных семейных ценностей и социальных гарантий. Сегодня продолжается очень активное обсуждение Конституции в нашей стране. И, конечно, ни один коллектив сегодня не может избежать того, чтобы не поинтересоваться вообще, а что происходит. Поэтому, мне кажется, что деятели культуры, деятели театра, искусства, безусловно, должны сказать свое слово. Потому что Конституция сегодня вбирает в себя важнейшие, интереснейшие темы, которые затрагивают каждого из нас. Сейчас, как никогда, очень важно обсуждать изменения в Конституции со своими коллегами, со своими друзьями, со своей семьей. Потому что Конституция – это основной наш закон, и мы, белорусский народ, должны принимать прямое участие в формировании тех поправок, которые сейчас вносятся в нашу Конституцию. Такие диалоговые площадки дают возможность каждому выразить свое мнение, каким быть основному закону страны. От белорусов уже поступило около 7 тысяч предложений. Проект Конституции обсуждали сегодня в Совете Республики с молодежным парламентом. Делегаты со всех областей задавали интересующие их вопросы, также внесли свои инновации. Разговор оказался продуктивным для обеих сторон. Определены направления предстоящей работы. Молодежный парламент сегодня в рамках своего заседания выступает с инициативой консолидации всех молодежных общественных организаций, объединений и движений нашей страны в рамках агитации за тот проект Конституции, который будет вынесен президентом нашей страны на референдум. Сегодня молодежь активно участвует в процессе подготовки основного закона страны. Активисты молодежного парламента намерены привлечь всех представителей своего поколения к важному для страны событию. Праздник Крещения в Беларуси совпадает с Днем Спасателя. Работников и ветеранов подразделения по чрезвычайным ситуациям поздравил президент. Они первыми приходят на помощь людям в беде, смело отвечают на вызовы природных катаклизмов, профессионально выполняют свой долг, доставляют гуманитарную помощь в страны, которые пострадали от катастроф и стихийных бедствий. И каждый раз проходят проверку на прочность, счастье и достоинство. Президент выразил убеждение в том, что безопасность наших граждан и впредь будет под надежной защитой сотрудников, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Уникальная возможность для учителей и академистов. Дворец независимости вновь принимал гостей. Здесь проходят важные республиканские совещания, принимают лидеров мировых держав и вручают награды заслуженным людям. Главный символ государственности посетили слушатели Академии управления при президенте, а также лучшие педагоги страны. Экскурсию провела пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант. Гостям показали залы и кабинеты, где вершится история страны. Особенно поразила присутствующих архитектура. Здесь каждая деталь произведения искусства. По дворце все сделано руками белорусов. Сегодня я впервые нахожусь в этом замечательном, чудесном месте. Зайдя сюда, я была просто в восторге от освещения и от красоты. И я очень горда, что у меня появилась такая возможность посетить это место, поражать своей красотой и необычайностью каждый зал. Рад увидеть, что умеют делать наши белорусские мастера. Это молодой еще дворец, а уже с огромной историей. Вот, больше всего это понравилось, конечно. Ну и я впечатлен. Очень все хорошо, красиво. Дворец открывает двери для широкой публики не первый год. За это время его посетила талантливая молодежь, врачи, дипломаты, победители Олимпиад. Даже статуи делают себяшки. Сегодня день музейного селфи. Участвуют в международной сетевой акции тысячи культурных институций, в том числе белорусские и не только столичные. Впервые к одному из самых необычных праздников присоединились сокровищницы Слуцка. Это возможности себя показать и на других посмотреть. Александр Матяс, без стеснения, практически. В Лувре всегда охота на монулизу. В Слуцком музее селфи-хит с лосем. Тоже улыбается ценный трофей. Здесь больше 40 лет. И этот культовый экспонат из поколения в поколение впервые приглашал к участию в глобальном фото-челлендже. 15-й год прошел мимо нас. Сразу была акция американская. Пока она докатилась до российских, до белорусских музеев. Мы были закрыты на ремонт. И мы делали экспозицию. И сейчас, когда уже могут полноценно посмотреть наши практически 4 зала, мы решили провести. Лояльно всегда относимся к фотографированию посетителей. Мы не вводим дополнительную плату. Селфи-палки у нас разрешены. Ну а правило без фотовспышки, оно действует всегда. Даже в этот день? Даже в этот день. Вы видите, освещения у нас предостаточно. Но все-таки фотовспышки старят экспонаты. Директор музея не осталось в стороне. Сделала по-русски себяшку. С роскошным арт-объектом чудо-пояса ведут сюда не только инстаграмщиков. Во всех соцсетях кадры с хэштегом «Мьюзием селфи-дэй 2022» и «Геолокации Слуцк» собирались трех культурных площадок. У нас есть мутовка, которая является предком электромиксера. С удовольствием дети фотографируются с этим предметом. Скажем так, корни – это самое главное, которое связывает нас с прошлым. Ну и дает какую-то надежду на то, что и в будущем будет все у нас хорошо. Популярные лайфхаки для этого дня в музее. Можно повторить позу персонажа ретро-фото или найти портрет своего двойника. Селфи называют искусством на расстоянии вытянутой руки. Спорно, но игнорировать яркие самоснимки просто нельзя. Очень важно, чтобы художник именно прочувствовал внутреннюю сочность данного персонажа, который изображен на фотографии. Возможно, селфи этого не передаст. Возможно. Вот, наверное, в этом и состоит грань между этими двумя понятиями. И это хорошая тема для будущих проектов. В Слудской галерее сегодня можно увидеть мир по ту сторону камеры и сравнить сквозь свой объектив. Кстати, первая выставка селфи состоялась в 2013-м. И не где-нибудь, а в известном Нью-Йоркском МОМА в Лос-Анджелесе уже открыли тематический музей. В новой экспозиции музея воссоздана Слудская фотомастерская начала 20-го века. Это то самое время, когда всем приходилось ждать, когда же вылетит птичка. Иногда до 30 минут. Сейчас все проще. Выбираем нужный ракурс. Нажимаем на кнопку. Готово. Фон точь в точь, что и у барышень с ретро-карточки. Сегодня и они сделали себяшку. В общем, с хэштегом «Мьюзеем селфи-дэй-2022» не только автопортреты. Один раз в год суровые смотрители смотрят на шалости. Посетителей снисходительно и улыбаются в кадре. Александр Матяс, Александр Автухов. Наши новости. Минская область.